Христианство В священных книгах Библии и Торы записано, что все живое происходит из воды. Сегодня мы научно подтверждаем, что было известно еще за 6-7 тысяч лет до нас. Откуда древние люди могли это знать? Как они могли узнать, что планеты вращаются вокруг Солнца? Еще в средние века европейская наука считала, что Солнце вращается вокруг Земли. Не странно ли, что спустя несколько веков мы вновь лишь подтверждаем записанное шумерами и египтянами? Но откуда они могли обладать такой информацией при примитивном уровне развития науки? Мог ли кто-то им это рассказать? Творец почитался всеми древними народами. В древнейших известных нам письменах, в клинописных табличках Междуречья, сказано, что человек был создан богом Энки. Однако Энки, Эа, это лишь шумеро-аккадский вариант прочтения титула Творца. У всех древних цивилизаций были схожие мифы и легенды. И существует сакраментальное слово, которое произносят все народы мира. И именно это слово есть имя Творца в представлении древних. Энки означает лишь титу, владыка земли. Эа также переводится как господин священных вод. Это значит, что жизнь произошла из воды. Однако у тех же древнейших народов сохранилось и имя Бога Творца. И звучит оно для многих очень знакомо. Хайя. Этот факт упомянут в большинстве энциклопедий мира. Слово Хайя важно для понимания истории и происхождения человечества. У разных народов имя Творца встречается в разном и в то же время схожем значении. У евреев Айя – это жизнь и глагол быть, существовать. Хайя – это самый высокий уровень души в тайном каббалистическом учении. В греческом Айя – святой. Самый известный в мире византийский памятник, собор Святой Софии, официально называется музей Айя София. В Коране Хайя – одна из высших степеней в познании Аллаха. В древнеиранской овесте Хайомарт или Гайомарт – первочеловек. В китайском Хай означает море, во вьетнамском Хай – вода. В Якутии Ай значит творить, а Айи – жители верхнего мира и прародители якутов. В Южной Америке, на берегу озера Титикака, существуют врата богов – Пуэрто де Хайю Марка, которые по преданию служили вратами в мир богов. Прародителем народа басков считается Хайтор, а чистокровный на баскском звучит как Хайторен Семе. Один из самых древних народов сохранил это священное слово как свое самоназвание. У армян оно звучит как Хай, а страна Армения на армянском Хайастан. Что значит земля Хайя? Такие же ворота, как в Южной Америке, есть и на армянском Нагорье. Например, вот это, в скалах рядом с озером Ван. И не только оно дошло до нас из глубины тысячелетий, но и предания сохранили истории людей и героев эпоса, что проходили через них. В наш век интернета все эти данные легко проверить. Однако напрашивается логичный вопрос – откуда так много совпадений? Они, конечно, не случайны. Многие народы сохранили память о тех давних временах, что еще помнили нашу общую родину и легенду о сотворении человека и Творца. Это еще раз подтверждает теорию о том, что все люди на земле родственники, поскольку имеют общие корни. Согласно древним шумерам, Хайя создал человека там, где берут начало две великие реки. На изображении видно, что из рук Творца вытекают две струи воды с рыбами. Это Тигр и Ефрат. Он стоит в горах. Это указывает на горный массив – Армянское Нагорье, поскольку недалеко от горы Арарат находятся истоки обеих рек. На других изображениях мы видим энки в рыбьей чешуе, что также объясняет значение слова «хайев» в китайском, вьетнамском и других языках. Рай на земле, или Эдем, где жили Адам и Ева – невымышленное место. И находится оно именно там, на Армянском Нагорье, в северном Междуречии. Ведь именно там, согласно данным самых древних записей, доступных человечеству, восседал Бог-Творец. И именно там Он сотворил венец творения человека. Субтитры создавал DimaTorzok